О важнейших спортивных событиях минувшей недели расскажу вам я, Андрей Калавангин. Здравствуйте! Подошел к концу финал ночной хоккейной лиги 40+, и определился победитель, который будет представлять наш округ на престижных соревнованиях в Сочи. Также закончились ежегодные соревнования по волейболу среди мужских команд. Кроме того, сегодня речь пойдет о популярном виде спорта – сноуборде, который сейчас активно развивается на Крайнем Севере. Атаки первым темпом, блоки, пайпы. Практический месяц напряженной борьбы. Десять мужских команд боролись за кубок округа. Уже традиционно их разделили на две подгруппы, по пять команд в каждой. После кругового турнира две сборных выходили в полуфиналы. В итоге упорной борьбы в финале встречались Норд и Динамо. А за бронзовые награды уже боролись ЗОЖ и Учитель. Подробности в нашем материале. Сегодня это уже точно не Давид против Голиафа. Еще пару лет назад встречу этих соперников статисты даже не рассматривали бы с точки зрения борьбы ЗОЖ. Относительно молодая команда, пока не добившаяся особо высоких результатов. Учитель напротив. Команда более 15 лет сражавшаяся только за призовые места и больше десяти раз становившаяся чемпионом округа. Нынче не те времена, сетует капитан Вадим Барахматов. В этом турнире у нас команда «Учитель» от основного состава осталось всего лишь 30%. Остальные, кто где, не было команды, нет. Поэтому нет уже как-то таковой комбинационной игры. Не получается, много чего не получается. Ну, надеюсь, что когда-нибудь получится. Получалось в этой игре только в первой партии. Шли атаки. Проходили сбросы. Вроде бы работал блок и подстраховка, но во второй игра не пошла. Чтобы понять, что не так, а главное, эти ошибки исправить, подчас приходилось прибегать к таймаутам. К сопернику немного удалось приблизиться, но вторую, а следом за ней и третью партию «Учитель» проигрывает. Не идет, ну хоть бы что. Проиграна и четвертая, а с ней и бронзовые медали. Выводы, конечно, будут сделаны, и новый состав со временем сыграется. А пока едва ли не первый сезон, не в призах. А вот для ЗОЖ это успех, признается капитан Александр Шестаков. Проблемы с составом тоже были, но в этом сезоне все же получилось. В целом доволен, как бы третье место объективно, то место, которое мы на сегодня заслуживаем. В финал не вышли. Ну, в некоторой сложности просто, чтобы собрать команду. А так, в принципе, позитивные эмоции, все довольны. Позитивные эмоции и у участников золотого матча «Динамо» против «Норда». Точечная политика, проведенная «Спорткомплексом», чем-то напоминает агрессивную стратегию мадридского «Реала». Каждая позиция усилена настолько, что даже в теории соперничать с «Нордом» уже сложно. Начало матча подтверждает букмекерские расклады. 8-3 в пользу «Норда» и первый тайм-аут силовиков. Сразу после еще несколько выигранных очков игроками «Спорткомплекса». Здесь и двойные блоки, и первый темп. Получается практически все. В одни ворота, говорят про такое комментаторы. Ну или в одну площадку. Все предсказуемо настолько, что болельщики на время из игры выпадают. Хотя несколькими атаками игроки команды «Динамо» возвращают, нет, не интригу, внимание своих болельщиков. Первая партия за «Нордом», как и начало второй. В какой-то момент невольно вспомнилась пословица «пролом». Вот именно в такие моменты. Ну или в такие. Счет хоть несколько изменился, но итог остался прежним. 25-21 и 2-0 по партиям. В третий «Норд» идет на небольшие эксперименты. Импровизирует, играет и для зрителя. Но результат от этого не страдает. «Норд» – чемпион. Впереди самая приятная церемония награждения. Но прежде небольшая экспресс-оценка матча. Попытались сделать комбинационную игру. То, что когда-то раньше не наигрывали. Команда после большого перерыва, в принципе, восстановилась. Вот. Поиграли с удовольствием. В принципе, второе место – это достойное место. Конечно, проиграли мы первые. Честно сказать, команда соперника, она реально сильнее. Она реально сполоченнее, потому что, ну, как ребята, там в основном все, которые занимаются по жизни этим видом спорта. Реально сильнее просто команда немножко сполочения. Мы немножко растерялись, может быть, где-то в каком-то моменте не выдержали такого темпа игры. Не успевали за соперником. Ну, и проиграли, получается. Особо отметил серебряный призер поддержку болельщиков. Они всю игру поддерживали мужей пап, пусть и весьма своеобразно. Настя, как тебе игра папы? Смотрела, болела, папа поддерживала, кричала, хлопала, не знаю. Смотрела. Ну и как папа сыграл? Нормально? Угу. Молодец, по-моему, тебе? Угу. Но такая поддержка вряд ли может помешать. Впрочем, поединки позади время награждения. Бронза у ЗОЖа, серебро у Динамо, золото у Норда. В принципе, мы по грамоте сыграли в защите, в нападении посмелее сыграли. В принципе, это был залог основной победы. Победитель определен, медали вручены, традиционное фото на память сделано. Турнир завершен до следующего почти пару месяцев. Жалко только, что в мужской волейбол в округе нынче не вкладываются. А было бы здорово посмотреть, как наша сборная выглядит на фоне команд других регионов. Зрелищным финалом завершились соревнования ночной хоккейной лиги 40+. О том, кто и как победил, об истории турнирного противостояния и о команде победителей второго финального этапа, которая представит наш округ на соревнованиях в Сочи на майских праздниках, смотрите прямо сейчас. Соревнования проходили два этапа. Первый проходил по круговой системе, где команды могли набрать необходимую форму. По итогам четвертое место взяла команда «Труд», третья команда «Север», вторые с 18 набранными очками «Полярные волки» и первые уверены стали «Пингвины». Начинались соревнования, конечно, раскачивались долго. Игроки второй сезон у нас только проходят, начиная хоккейная лига. Но с каждым днем, с каждым месяцем у нас прибавляются любители хоккея. Значимость таких соревнований огромная, потому что команда неиско-автономного округа участвует во всероссийских соревнованиях. Финалист поедет на финал в город Сочи, где представляют команды каждого региона и будет бороться за высшие места в этом чемпионате. В плей-офф второго этапа за третье место боролись команды «Север» и «Труд», который в итоге взял верх 8-2. В финале сошлись «Пингвины» и «Полярные волки». Первый период этой игры подходил к концу со счетом 1-1. И на последних секундах «Пингвины» забили шайбу и ушли на перерыв с преимуществом. После упорной борьбы к концу второго периода счет уже 4-2. Ну и в последнем третьем периоде хоккеисты команды «Пингвины» показали, что выиграли первый круг соревнований не случайно и одержали победу. Итоговый счет 7-3. Именно они представят наш округ в финале соревнований в Сочи. Нам удалось спросить у нескольких игроков, как проходил турнир для них. Хочется отметить, что все организовано очень хорошо. Турнир проводится уже второй раз. Или даже третий, может быть, могу не вспомнить. Но все здорово. Немножко мало людей, которые играют в хоккей. Всего 4 команды. Хотелось бы больше. Хочется, к сожалению, отметить, что такие зрелищные игры проходят без поддержки трибун. Болеют за своих только жены и дети. Да, у меня в команде «Полярные волки» играет муж. И я всегда за него болею, переживаю очень сильно. Конечно, вот очень жаль, что на трибунах мало болельщиков. Хотелось бы, конечно, покричать, поболеть. На самом деле здорово, что в нашем городе уже проходят подобные соревнования. Истинное удовольствие и восторг доставляют действия на катке. Люди действительно живут спортом. Поздравляем команду «Пингвины» с победой. Держу пари, что все видели молодых людей, передвигающихся по городу в яркой одежде, со странными расписными непонятными граффити-доской. Кто они и куда они держат путь? Об этом в нашем сюжете. Эти ребята – сноубордисты. Также их называют бордерами и райдерами. Занимаются они сноубордингом. От английского «сноу», «снег» и «борд-доска». Молодой, но очень популярный вид спорта, включающий в себя скоростной спуск со склона, выполнение акробатических элементов на специальной трассе, на монолыжи и с креплениями. В нашем округе сноубординг только начинает свое движение. И пока развивается только по инициативе самих ребят. С 2009 года начало заниматься около 15 человек. Из всех этих 15 пока что, вот вы видите только меня, это поколение, которое сейчас катается со мной. Они начали примерно два сезона назад. Я за то, чтобы здесь это все развивалось. Потому что у нас большинство времени в году – это зима. Ну и в основном зима у нас. И поэтому у нас очень большая перспектива для развития не только сноуборда. У нас еще есть представитель горных лыж фристайловых. Но все же, если сравнивать с лыжами, у сноубординга есть два больших преимущества – новизна и модность. Это возможность хорошо провести время с друзьями, познакомиться с интересными личностями, подышать свежим зимним воздухом. Все лучше, чем сидеть дома перед компьютером. Сейчас не так часто встретишь людей, которые были бы преданы своей идее. Это обычные парни, в основном школьники, которые поддерживают здоровый образ жизни и получают адреналин от скорости, когда едут с горы и прыжка на трамплине в несколько секунд. Прежде чем получить это удовольствие, необходимо построить специальную горку и трамплин по технологии. Времени на это ушло. Еще с самой осени мы начали все это делать. Перевозить материалы потихонечку, добывать их где-то. Свои средства на это тратили. Ну и вообще полностью все время личное уделяли вот этому месту. После того, как все построено, сноубордисты начали тренировки. Флет-граунд, джип, блэк-флип – для многих это просто непонятные слова. А для группы ребят-единомышленников это упражнение и обозначение в их экстремальном спорте. И с каждым разом возначение все мудренее и упражнение сложнее. Один из спортсменов рассказал нам, что раньше занимался паркуром, а теперь захотел сделаться сноубордистом и поделился своими успехами. Который меня впечатлил, это был бэк-флип. Это сальто назад, ну вот как я делал сальто вперед, вот то же самое сальто назад. Я его сам вот недавно сделал и просто сам, у меня сердце билось очень сильно. Я хотел в этом сезоне его сделать и сделал. Ну, папа все время мне говорит то, что молодец, занимайся этим видом спорта. Если ты его нашел, то ты не бросай родила. Впереди у ребят большие планы. Свои успехи смогут показать на предстоящем празднике Бурандей, который пройдет в нашем городе уже в эти выходные 22 марта. Напоследок хочется пожелать успехов нашим молодым спортсменам и, конечно, поддержки для развития этого зрелищного вида спорта. Следующая спортивная неделя обещает быть тоже интересной и насыщенной. Об этом подробнее в нашем анонсе. Ежегодные соревнования «Бурандей» пройдут 22 марта 2014 года в Наринмаре, в районе Качгартинская Курья. С 17 по 20 марта в спортивном зале среднеобразовательной школы «Поселка Искатели» проходит первенство по волейболу среди команд общеобразовательных школ Заполярного района. 21 марта во дворце спорта «Норд» пройдут ежегодные соревнования по боксу среди учащихся образовательных учреждений в возрастной категории 98, 99 и 2000-2001 годов рождения. Это были спортивные новости за неделю. Мы продолжаем следить за спортивными событиями в нашем округе. С вами был Андрей Калавангин. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин